Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Станция спортивная» и ее ведущая Арина Лукьянцева. Сегодня мы погрузимся в удивительный мир арт-фехтования. В этом необычном виде спорта сочетаются техническое мастерство, художественный подход и высокий уровень физических способностей. Обо всем подробнее расскажем далее. Артистическое фехтование – это форма театрального и киноискусства, в которой используются элементы фехтования для создания впечатляющих поединков для зрительского удовольствия. История арт-фехтования начинается с соревнований вспомогательных военных дисциплин в Древней Греции и Риме. Например, езда на коне, метание копья и так далее. В средние века в Европе арт-фехтование развивалось в виде рыцарских турниров и техник боевого искусства, включая фехтование шпагой, мечом и длинным мечом. В период Возрождения данный вид фехтования оставался способом самозащиты, но также стал популярным развлечением, особенно на французском дворе. Арт-фехтование в России стало развиваться в конце 19 века, а в начале 20-го столетия появились первые школы в России. Однако расцвет произошел только во времена Советского Союза. С 1920-х годов в СССР начали заниматься массовыми организациями физической культуры, в которых и появились различные разновидности арт-фехтования. Сегодня арт-фехтование в России – это и вид спорта, и искусство, которое собирает многотысячную аудиторию зрителей и поклонников. Средневековье – это загадочная и противоречивая эпоха. В сегодняшнем выпуске мы приоткроем завесу тайны и развенчаем несколько мифов, связанных с этим временем. Правда ли, что меч был настолько тяжелым, что поднять его было под силу только настоящему богатырю? Действительно ли доспехи весили так много, что рыцарь, упав с коня, не мог самостоятельно встать? И, наконец, сколько времени занимало полное обмундирование? Выясним сегодня. Чтобы передать весь колорит арт-фехтования, мы привлекли участников клуба «Цитадель» и одного из руководителей клуба Виктора Боярского. Легенды про мечи рыцарей нередко преувеличены или преуменьшены в зависимости от истории и культуры. Но на самом деле мечи были сравнительно легкими, практичными и строго соответствовали стандартам производства. Кроме того, существует множество ученых, которые считают, что самый популярный меч Средневековья – меч длиною около 90 сантиметров и весом примерно 2 килограмма – был в основном предназначен для рубки и высечения противника, а не для пробивания доспехов. В наше время находятся выдумщики, считающие, что не все мужчины могли просто поднять меч, не говоря уже о фехтовке. Где правда, а где быль, мы попросили разъяснить Виктора Боярского и его милых помощниц. Один из популярных мифов о Средневековье гласит, что меч весил до 10 килограмм, что очень далеко от истины. И сейчас с помощью наших девушек мы развенчаем этот миф. Вы только посмотрите, сейчас милые, очаровательные и хрупкие девушки будут фехтовать одними из самых тяжелых мечей Средневековья. И уверяю, эти мечи никакой не муляж, а реальное рыцарское оружие. Музыка Рассказы о том, что рыцари тратили несколько часов на одевание доспехов, являются лишь легендами и не соответствуют действительности. В реальной жизни рыцари использовали специальные технологии, чтобы быстро и легко надевать броню и готовиться к бою. Существует миф о том, что рыцарю для того, чтобы облачиться в полный доспех, требовалось около 12 часов. И его буквально заживо заклепывали в этот доспех. Сегодня мы с вами развенчаем этот миф. Обратите внимание, сейчас участник клуба «Цитадель» оденет доспехи примерно за 25 минут, практически без посторонней помощи. Еще один миф заключается в том, что доспехи были крайне тяжелыми. На самом деле рыцарские доспехи были достаточно легкие, хоть и сделаны из металла. Доспехи от ранних кольчужных до поздних лад позволяли практически свободно двигаться и не просто сражаться, а совершать конные и пешие трюки, которые в наше время сочтут акробатикой. Поздние доспехи эффективно распределяли тяжесть брони по всему телу, и поэтому вес лад ощущался значительно меньшим, чем был в действительности. Облаченный в доспехи рыцарь практически не терял мобильности. Двое участников клуба «Цитадель» ведут реалистичный бой, демонстрируя зрителю подлинность всей рыцарской экипировки мечей и щитов. Есть популярное заблуждение, что существует всего лишь один тип меча, но в действительности это не так. Например, вот этот любопытный экземпляр. Называется он «Спадос Кьеванеско», что в переводе означает «славянский меч». Появился он где-то в XIV веке в Юго-Восточной Европе и очень полюбился итальянским наемникам. Но помимо таких мечей существовали и еще более любопытные клинки, как, например, вот этот, называвшийся «Чинкведо». Несмотря на его размер, это не нож, его периодически называют ножом, тем не менее это тоже считается мечом. Этот меч распространился, появился сначала во Флоренции, распространился по всей Франции, Бургундии, а впоследствии очень полюбился немецким горожанам, потому что его очень удобно было использовать в бою, в узких улочках, и преимуществом он являлся именно оружием горожан. Ну а теперь настал момент доказать вам, что это именно вид спорта, а не развлечение для состоятельных людей. Да-да, вся средневековая амуниция, и уж тем более рыцарские доспехи, щиты, мечи и многое другое, стоят приличных денег. Встречаются экземпляры, выполненные кузнецами из специальной стали, закаленные согласно описаниям мастеров тогдашней эпохи. По всему миру, и, конечно же, у нас в России, проходит множество различных соревнований разного уровня. Мы побывали на главном из них, там, где можно получить разряд и даже звание мастера спорта. Это чемпионат России по арт-фехтованию. Здесь участники соревнуются по целому ряду дисциплин. Мы попросили экспертов подробнее рассказать о том, как проходят соревнования. Да, это чемпионат России, естественно, проводится он один раз в год. Проводим мы его ежегодно, за исключением 2020 года. Вы сами понимаете, ситуация была такая, что не было возможности провести. А так мы ежегодно проводим чемпионат России, и ежегодно проводим Кубок России. То есть полгода Кубок, полгода Чехана. Получается так. Это всероссийские соревнования. Кроме того, мы проводим еще и региональные соревнования в разных регионах. Кубок Петербурга, Кубок Москвы, чемпионат Москвы. Это региональные соревнования. Они проводятся по своему графику, по своему календарю спортивному. Я смотрю, здесь не только рыцари в доспехах, но здесь еще и джедаи есть. И я так понимаю, что в арт-фехтование входит очень много дисциплина. Правильно понимаю? Да, у нас в арт-фехтовании 8 дисциплин спортивных. И часть из них как раз дисциплины свободного стиля. То есть это вневременное фехтование, в том числе сказочное. Например, Кощей, Баба Яга, Соберфайтеры и прочие легендарные, допустим, персонажи, которых не существовало или которые придуманы. Это вот свободный стиль. А так, кроме того, есть еще дисциплины от XVI века. Это вот эпоха мушкетеров, эпоха дворянского фехтования и эпоха античность. То есть начиная от Древнего Рима до XIII-XIV века. Фехтование в основном на мечах. Скажите, пожалуйста, но ведь фехтование на мечах мы увидим? И одетых в латы, в доспехи? Мы увидим фехтование на мечах, конечно. И в латы и доспехи тоже у нас есть такие выступления. Это будет очень интересно. Поэтому арт-фехтованием можно заниматься в любом возрасте. И можно начать с нуля и достигнуть высоких вершин в спорте. Ну, знаете, вопрос сам собой напрашивается. Мы привыкли видеть в такие мероприятия на улице красочно, да, то есть там музыка средневековая. А здесь кинотеатр, да, зал. Скажите, пожалуйста, это необходимость в связи с чемпионатом? Вы понимаете, арт-фехтование – это вообще, прежде всего, спортивное зрелище, но это зрелище еще и сценическое. Поскольку в арт-фехтовании, кроме того, показа техники на определенном оружии, спортсмен должен показать историю. То есть то, что он показывает. Это гораздо выше оценивается судьями, если спортсмен будет просто показывать голую технику, какой-то набор движений фехтования. Поэтому очень многие наши спортсмены, имея богатый опыт выступлений, делают такие вот красивые сюжетные произведения. И поэтому, конечно, в сценическом пространстве, на сцене, они очень сильно выигрывают за счет того, что у них есть музыка, у них есть свет, цветовое обеспечение. И, собственно, сам сюжет, сама актерская игра, артистический аспект, мы называем его, в арт-фехтовании. Поэтому мы стараемся вот такие вот массовые мероприятия, такие чемпионат России, как высшая точка сезона спортивного, мы стараемся проводить на площадках именно сценических. Понятно. Скажите, а с каких регионов вообще приезжают? Ну, вот сейчас в зале у нас три региона – Москва, Питер и Московская область. Вот, к сожалению, по финансовым соображениям сейчас у нас проблема экономическая, вы сами знаете. Не смогли доехать другие регионы, у нас еще есть арт-фехтование в Томске, в Красноярске и в других регионах. Понятно. Скажите, пожалуйста, а вот суди, сколько судей оценивают участников? У нас очень обширная судейская коллегия. Вот, в частности, на данном мероприятии у нас более 20 судей оценивают, ну, обслуживают, скажем так. Потому что непосредственно оценками занимаются арбитры, которых от 6 до 8 человек. То есть половина арбитров оценивает технический аспект, именно технику фехтования. И вторая половина арбитров оценивает артистический аспект, артистичность исполнения. Они оцениваются с точки зрения воплощения образа, костюма, декорации, если есть расположение по сцене. Вот это вот эти сценические, такие артистические аспекты. А все остальные судьи, которые входят в судейскую коллегию, они уже занимаются другими работами. Есть хронометристы, есть технические специалисты, есть судьи-преучастники. То есть состав судьи очень большой. Ну и последний вопрос. Скажите, пожалуйста, что преобладает в выставлении оценки? То есть, допустим, один человек умеет очень искусно владеть мечом, но, например, приехал в шортах, условно говоря, или в какой-то такой простой одежде. А другой человек стилизовался по полной программе, то есть его не отличишь от средневекового рыцаря, но, похоже, владеет оружием. Кто в итоге победит с точки зрения судей? Ну, вы знаете, у нас сама система оценки, она больше направлена на оценку фехтования. Потому что у нас фехтовальная оценка занимает две трети от общей. То есть мы оцениваем по, как бы, бальной шкале. Фехтовальная оценка максимум 18 баллов может быть, а оценка за артистическое исполнение может быть 12 баллов максимум. Поэтому, конечно, фехтовальщик в шортах, если он все технично сделает идеально, он победит супер стилизовавшегося человека без техники фехтования. И, к сожалению, это такое реалии, мы развиваем все-таки фехтование, а не сценическое действие. Какое количество вообще участников приезжает и какое минимальное количество участников, если такое существует, для того, чтобы можно было провести чемпионат России? Ну, минимальное количество участников, можно сказать, минимальное количество выступательных программ для того, чтобы одна дисциплина состоялась, это 6 выступательных программ. Это необходимый минимум. Если количество выступательных программ меньше, то эта дисциплина не может быть признана официально состоявшейся, а значит, по результатам соревнований не может быть присвоено спортивных званий и разрядов. На данный момент, в текущем чемпионате, у нас где-то что-то около 100 участников, то есть это непосредственно спортсменов-фехтующих, плюс здесь не учитывается количество статистов, то есть людей, которые участвуют, может быть, даже фехтуют в выступательной программе, но из итоговых протоколов они будут исключены, потому что они не выполняют необходимый норматив по минимальному фехтовальному времени и, соответственно, продемонстрированным фехтовальным приемам. То есть сложно сейчас, ну, наверное, здесь около 300, 250-300 человек, наверное, на эти соревнования съехалось. То есть вместе, учитывая, собственно, команды, статистов, гримеров. Теперь вы знаете больше о рыцарских временах и надеюсь, что попробуете себя в таком уникальном виде спорта, как арт-фехтование. С вами была программа «Станция спортивная» и ее ведущая Арина Лукьянцева. Увидимся в следующем выпуске. Арина Лукьянцева